Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Килимяшкина. Приглашаю к экранам всех, кому нравятся распаковки посылок с товаром из Иваново. Сегодня на повестке дня магазин Милена Трикотаж. И начну я с костюма, который ждала больше всего. Здесь вы будете видеть скрины, как этот костюм смотрится на модели. Конечно же покажу, как этот костюм смотрится на мне. Почему ждала и волновалась? Потому что потолок был 58-й размер, а я люблю заказывать себе 60-й. Вдруг маломерят, а вещи маломерят частенько. Так вот зря волновалась. 58-й размер мне иногда то маловат, то в аккурат. Этот оказался более чем в аккурат. Близкий показ этого костюма я хочу начать именно с изнаночной стороны. Вот такой вот, может быть правильное название имеет, ворсик. Начосик, теплушечка. Я все называю это теплушечка. Регулятор, как это сказать, по низу мы можем сделать побольше, поменьше. Швы прекрасные. Вот так вот. В зоне капюшона швы укреплены. Товарищи портные, не смейтесь надо мной, я рассказываю как могу. В общем, очень приятная штукенция. Очень приятная. Итак, есть капюшон. Вот такой шнурочек. Я его менять не буду. Меня здесь все устраивает. Он под цвет молнии. Обожаю, когда нет никаких блестяшек, когда собачка там без страз. В общем, я это все люблю. Все сдержанно, все гармонично, все замечательно. На рукавах вот такая резиночка. Это здорово. Она не тугая. Вот когда тугая, я не люблю. Очень легко проходит даже моя полная рука. И кармашек, как он называется, кенгуру, наверное, что ли. Я не знаю. Кармашек. Эту часть мы с вами уже рассмотрели. Давайте посмотрим штанишки. Вверху широкая резинка. Шва дополнительным, чтобы резинка не перекручивалась, нет. Но резинка подхвачена вот здесь, даже видно. Да-да-да, вот этим швом резинка подхвачена, и она перекручиваться не будет. Такой же шнурочек, как и около капюшона. Еще раз говорю, мне все нравится. Это гармонично. Я очень часто меняю, что мне не нравится. Здесь все оставляю. Так, кармашек. Довольно-таки глубокий. Средний, скажем так. Средний. Огромным его не назовешь. И внизу манжета на резиночке. Или просто резиночке, как это правильно называть. Я не люблю внизу ничего. Мне просто нравится, когда отрезано и подшито. Почему? Потому что сковывает движение. Как-то очень иногда туго все это проходит. Здесь же свободно. Это как вот такой декоративный элемент. Все очень-очень свободно. Как оно внутри, мы с вами разглядели. Костюм достойный. Я его искренне рекомендую. И с огромным удовольствием буду носить сама. Я редко когда рекомендую товары. Задача блогера рассказать о том, что такой магазин есть, и оставить на него ссылку. А дальше человек проходит по ссылке, смотрит и уже для себя решает абсолютно все. Его или не его расцветки, цены, ассортимент. А вот этот костюм я хочу смело порекомендовать. Он очень-очень уютный. И какой-то он, как бы это сказать, настоящий что ли. Мне нравятся в нем и строчечки, и то, как он сидит. Мне нравится в нем абсолютно все. Если кто-то из вас сейчас подумал, эх, вот бы черного цвета. Есть. Костюм черного цвета на сайте тоже имеется. Кроме того, там есть еще два цвета. Но на момент, когда заказывала я, цветов было целых цветов. Да, четыре. Четыре. Я еще сиреневый помню. Но четвертый пусть будет загадкой. Пусть будет загадкой. Вы пройдете по ссылку, которую я оставлю под видео, и посмотрите. Что я хочу сказать. Конечно, костюм – это великолепие. А любой костюм можно носить не только как костюм, простите за тавстологию. Но иногда вещички должны друг от друга отдыхать. Я с огромным удовольствием буду носить отдельно. И штанишки. Они такие тепленькие, они такие мягенькие. Но первый снег, второй снег, я в них точно не замерзу. При трескучих морозах, может быть, что-то и пододену. Этот костюм, он не такой вот толстый, как сейчас модно. Костюмы носят объемные, шикарные. Многим нравится, но кто-то не покупает именно из-за объема. Этот костюм тепленький, но такого вот объема, как... Я уверена, что вы понимаете, о каких костюмах я их оговорю. Сейчас такие толстенькие все носят. Здесь не такой объем. Конечно же, те потеплее, скорее всего, и менее теплые. Но он тоже очень-очень теплый и очень-очень уютный. Так что я иногда буду разъединять и носить отдельно верхнюю часть, олимпичку. Абсолютно с любыми штанами, которыми подойдут. Ну и, конечно же, штанишки. Костюмом довольна от слова «очень». Мне кажется, я бы даже влезла в 56-й. Но уж пусть будет лучше с просторцем. Переживала напрасно. Итак, этот костюм не маломерит. Идет размер в размер. А если вы сложены шикарно, на размер меньше я все-таки им говорить не буду, не маломерит. А дальше смотрите, кто как носит. Порой смотришь, да, человек как-то вот примеряет и говорит, ой, моя-моё. А вот такой где-то у тебя зарождается мысль. Ну, какой же твой, ну, всё как обтянуто. Маловато. Но человеку нравится. Мы все носим по-разному. В общем, костюм не маломерит. Следующую вещь, которую я вам хочу показать, я тоже ждала. Там не было 60-го размера. Я тоже заказала 58-й. Это футболочка «Мерцание». И вот её, она мне в раз, но без свободы облегания, которую я бы хотела, которую я бы вот представляла на себе. Я оставляю её тоже себе, буду носить с огромным удовольствием, потому что, имейте в виду, если вы эту футболку закажете, вас постоянно будут обнимать. Она такая приятна, тактильна, что вот, ну, ни в сказке сказать, ни пером описать. Эту футболку «Мерцание» я бы, возможно, даже назвала блузочкой. Вот такой вот интересный ворот. Девочки, кто мне в сотый раз писал, как эти штучки называются, я, естественно, опять забыла. По мягкости это невероятная вещь. У меня такое впечатление, что шито из пледа плюш-велюр, только чуть-чуть поплотнее. На ощупь, ну, просто вот не захочется снимать. Это такая благодать. Руководчик, вот это я всё, знаете, кто-то вяжет, когда я показываю так вещи, да, многие говорят, ой, мне захотелось такое связать. Кто-то просто пойдёт и купит, кто-то свяжет. Смотрите. Мне понравилась вещь от слова «очень». Тоже, видите, кармашек как бы по типу кенгуру. Я кокетка назову, я не знаю, как это называется внизу. Я своими словами, но главное, я покажу. Единственное, я буду менять вот эту завязочку. Мне кажется, вот эта завязочка как-то простит вещь. Вещь гораздо лучше, нежели, вот, ну, это моё только мнение. Я шнурик тоже в цвет вот подберу, топлёного молока. Вот, может быть, даже свяжу цепочку из воздушных петель. Я не знаю, нет, скорее всего, я подберу. Вот эти завязочки меня здесь не устраивают. Они как будто из другой оперы. Всё остальное просто прелесть. Итак, я бы рекомендовала брать эту футболочку всё-таки на размер побольше. Хотя, ещё раз говорю, кто как носит. Просто я даже на модельке смотрю, она, вы наверняка скрин уже видели, свободненькая, и это смотрится более стильно. Но изумительная, изумительная на ощупь вещь. Вот должна быть такая штучка в гардеробе, да? Например, случайно там, или сами надумали погулять, или подруга зовёт просто кружочек-два по району. Я готова. Я готова только сейчас удобную обувочку и вперёд. Там, я не знаю, позвала подругу Татьяну, вот присмотрела в каком-то магазине себе вещицу. Пойдём я примерю, вот ты посмотришь и порекомендуешь ли. Ну, оцени взглядом. Пять секунд полёт нормальный. Я тоже готова. Вот эта вещичка, она мне очень-очень нравится. Я не знаю, как она поведёт себя в носке, будет у неё товарный вид или нет. Я обычно футболки ношу дома. Дома я её носить не буду. Я её до весны, так сказать, до лета. Потому что нравится она мне. Потому что чудесная, чудесная футболочка. Цену я костюма тоже не назвала, да. Две шестьсот. Я просто хвостики не помню. Две шестьсот с чем-то. Но цены в наше время могут меняться. Лучше пройти на сайт и посмотреть. Здесь тоже восемьсот с хвостиком. Есть и футболки подешевле. Сейчас мы про них и поговорим. Футболочки называются Таира. Беленькая и чёрненькая. Они абсолютно одинаковые. Но на чёрном очень трудно что-то показать. Хотя вот так вот видно, как обработана горловинка. Наверное, на беленькой будет лучше. Это заметно. В-образная горловина. Обрабатываться они могут по-разному. Здесь вот таким образом. Вот так обработан рукав. И вот так обработан низ изделия. Самые обычные футболки. И прошу обратить внимание. Есть трикотаж плотный, толстый, долгоиграющий, долгослужащий. Это трикотаж тоненький-тоненький. Вот я не знаю, даже будет очень тонкий трикотаж. Может быть вот так будет заметно. Тонкий-тонкий прозрачный трикотаж. Может быть в плане того, сколько времени будет служить это и минус. Но, во-первых, это и цена поменьше. И, во-вторых, сохнет очень быстренько. Постирал. И мне кажется, прям утюжком после отжима все готово. Очень тоненький трикотаж. И эта одежка незаметна. Вот кто предпочитает что-то поддеть зимой под джемпер, под верхнюю одежду. Вот это как поддевочка идет. Чудесная хлопковая. Ну, а летом в жару они просто незаменимы. Их не замечаешь. То ли есть, то ли нет. Просто я хочу подчеркнуть, что именно этот трикотаж тоненький. Чтобы это было при покупке вами учтено. Смотрится как толстенький. Трикотаж бывает разный. Это тоненький-тоненький. Приятненький-приятненький. Действительно, в магазине Милена Трикотаж футболок видимо-невидимо. Вот то, которое вам показала, да. Ну, я не знаю, как эта ткань называется. Я очень условно назову ее плюш-велюр. Та футболочка, в которой я сейчас нахожусь, она тоже. Из магазина Милена Трикотаж в районе года назад я ее заказывала. Это вискоза. В вискозе, как известно, с носу нет. Но, конечно, я люблю больше хэбэшечки. Очень много цветных футболок. Я не раз уже в распаковке показывала, в обзорных видео. И в этот раз классические футболочки. Беленькая и черненькую. Черненькую показывать как бы очень... Ну, не хочется показываться, поэтому на плечиках будет беленькая. Хочу сразу предупредить. Вот эти футболки маломерят. 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 Я, конечно, найду... Хоть и размер 60-й. Посмотрите, вот 60-й размер. Я должна в нем утонуть. Но они мне настолько... Возможно, они растянутся в процессе носки. Но у меня футболочек много. Хотя я обожаю футболки своеобразным вырезом. И цена у них приятная. Но кто их будет заказывать... Хотя, опять же, вдруг вы носите в обтяг. Но если вы в обтяг не носите, даже в футболочках вам нужна свобода облегания, заказывайте, пожалуйста, побольше. Мне кажется, вот эта футболка с маркировкой 60 идет на размер 56. Вот я говорю вам про свое ощущение. Я потому что рада бы примерить беленькие футболочки. Да хоть и черные, любые, да. К весне, к лету. Я вообще что люблю, чтобы новенькие уже ждали своего часа. Я, кстати, вот эти футболки обожаю носить. С костюмчиком тоже из Милена Трикотаж. Милена Трикотаж, великолепная двоечка. Я его носила, буду носить. Мне он очень нравится. И с черненькой как-то я его не вижу, а с белой футболкой с огромным удовольствием. Вот я заказала белую себе, а черную подруженьке. Обе футболки идут подруженьке. Она меня немножечко... Но объем ее гораздо меньше. Ей подойдет. Имейте в виду, футболочки маломерят. Вы посмотрите, какая интересная расцветка. Я бы никогда не подумала, что это ночная сорочек. Мы как-то привыкли, что обычно этот предмет гардероба какой-то светленький. А это вот как платьишко. Если действительно там по утрам потянуться, улыбнуться, выпить чашечку кофе и выйти в сад, сосед и не сразу поймет, что вы не переодемшись. Так, если серьезно, сорочка-барышня заказала чудесная женщина. Она... Таня, Таня, я выбрала барыню, барыню. Я как стала искать на сайте, ссылку обязательно оставлю. Какую барыню-то она выбрала? А это вот барышня. Оказывается, барышня. Вот кокеточка. В таким вот однотонном цвете. А потом на фоне этого же цвета распустились чудесные цветы. Низ у нас обработан обычный. Рукавочки у нас оверложены. Такие, как крылышки. Здорово. Не маркая. Не маркая. Очень практично, красиво. И просто вот, ну, для меня необычные. Темненькие ночные сорочки. Вы увидели небольшое видео про ночную сорочку. Толк в ночных сорочках я не особо, так сказать, знаю. Потому что душа, я пижамная. Кстати, разделы пижамы в магазине Милена Трикотаж тоже есть. И у меня есть пижамки с этого магазина. Но даже я не удержалась, чтобы не заказать несколько ночных сорочек. Правда, в комплекте с халатиком. Пенюар. Я тоже показывала и не раз. Служат они мне. Мне очень нравятся. Так сказать, для разнообразия. Когда-то пижамку, когда-то этот пенюар. Разных цветов я себе заказывала. Ношу с огромным удовольствием. На сорочки подобного плана я не обращала. Но всегда подчеркиваю. Магазин, если имеет большой ассортимент, он тем их хорош. Что работает абсолютно на все вкусы. На все возрасты. На, так сказать, предпочитаемые разные. Я бы, может быть, прошла мимо. А вот женщина, великолепная женщина, которой я попросила сделать заказ для нее, она вот просто с радостью с какой-то. Таня, я такую барыню нашла. Закажи мне, пожалуйста, это вот то, что мне надо. Ночная сорочка немаркая, на платье похожая. Я другой характеристики-то и не дам. Ночная сорочка немаркая, на платье похожая. Вы увидите эту сорочку или вы же увидели на модели, безусловно. Я сама мерить не буду. Я приложу к себе, чтобы вы посмотрели, как она смотрится. И, возможно, захотите сделать подарок себе, бабушке, маме, тетушке. У нас впереди очень-очень много разных праздников. Сорочки не маломерят. Они идут размер в размер. И мы уже померили. Все нам подошло. Говорю уже, так сказать, от лица будущей хозяйки. Просто пока не отдала. Показать нам в ролике распаковки. А тут же потом вручу. Но это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. И что я хотела вам сегодня показать. Я искренне благодарю магазин Милена Трикотаж за предоставленный товар. Мне очень все понравилось. Не хотелось бы выделять, я, как правило, этого не делаю, но особенно костюм Линкор. Честно говоря, этот костюм я взяла по рекомендации сотрудника магазина. И вы знаете, когда я поняла, что он мне подошел по размеру, по цвету, когда он влился сейчас вот в погоду, я в нем уже форсила. Я в нем уже форсила, потому что у нас холода, снежочек первый пошел. И вот настолько он в тему. Настолько он вот то, что надо. В шкафу не залежится. Это вот сезонная такая одежка. Я про штаны пока говорю, но и костюм своего дождется. Так что того человека, который мне порекомендовал этот костюм, я готова просто расцеловать. Спасибо. Спасибо и тебе, мой добрый зритель, за внимание. Проходи по ссылочке, посмотри на товары, как мужские, так и женские. Подбери себе что-нибудь и сделай приятное. Ну а я говорю наше традиционное. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok